Обещали высокие дивиденды до 36% годовых. Предлагали вкладчикам инвестиции в строительный бизнес и сферу ЖКХ. Мошенников задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в создании финансовой пирамиды. Головной офис организации располагался на территории Ивановской области, а филиалы в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях. По предварительным данным, потерпевшими от указанной деятельности за период с 2016 года по 2019 год стали уже более 2000 граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше миллиарда рублей. Проценты людям все же выплачивали, чтобы привлекать в пирамиду больше жертв. Делали это за счет средств новых вкладчиков. Остальные деньги выводились за рубеж и вкладывались в подконтрольный бизнес на территории Рязанской области. Бенефициаром указанной противоправной деятельности являлось юридическое лицо, которое было зарегистрировано в одной из стран Южной Америки, которая является международной офшорной зоной. Также с гражданами заключались фиктивные договора страхования вкладов. По ним никто так и не смог получить свои выплаты. Сотрудниками полиции проведено более 50 обысков на территории шести регионов страны. В офисах и жилых помещениях были изъяты документы более 30 юридических лиц, задействованных в противоправной схеме, пластиковые карты, электронные носители, системы удаленного управления счетами юридических лиц, банк-клиент, более 100 мобильных телефонов, сим-карты, а также компьютерная техника, при помощи которой велось управление более 100 интернет-сайтами по привлечению клиентов. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Двоим предполагаемым организатором и руководителем Ярославского филиала суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражем. Предварительное расследование продолжается. Галина Кудряшова, телекомпания «Город».